Обрывы связи, сброс вызова и кратковременные прерывания во время разговора. В последние месяцы в нашем регионе актуальна и остается проблема некачественной мобильной связи. Эту ситуацию прокомментировал и глава региона Игорь Кошин. Цитирую. Население округа и главы муниципальных образований постоянно жалуются на качество связи. От тех, кто отвечает за этот вопрос, слышу пока одни слова. Толку мало. Конец цитаты. В этой связи накануне качество мобильной связи, стационарной связи, цифрового телевидения и радиовещания обсудили на брифинге с руководителем комитета по информатизации Александром Борачевским. Так когда же в округе будет качественная связь? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Алина Ваучейская. Алло. Это привычное, казалось бы, слово. Жители Неймского округа все чаще могут услышать со второго, а порой и с пятого раза. Надпись на телефоне не удалось дозвониться, сбой связи и короткие гудки в трубке. Ситуация, которая в нашем регионе уже стала нормой. Ну о плохом качестве связи говорить не приходится и так всем все понятно. Вот, к примеру, сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Попробуем дозвониться. Итак, попробуем еще раз. То же самое. Пробуем еще раз. Ну вот, пошли гудки. С четвертого раза мы дозвонились все-таки. Да, лего. Основные мобильные операторы в регионе МТС и Мегафон. Для предоставления услуг связи в Наринмаре и поселке Искатели они задействуют ресурсы волоконно-оптической линии связи из Республики Коми в Ненецкий округ, который арендует Ростелекома. Сейчас это единственная магистраль связи в регионе. Канал связи для МТС предоставляет Ненецкая компания электросвязи. Первые проблемы с мобильной сетью начались после прорыва кабеля в районе Республики Коми. Напомню, инцидент произошел в ноябре 2013-го. Ну а за последние полгода качество мобильной связи стало еще хуже. Сетуют горожане. Качество связи не устраивает. Иногда в год перебоя, как вы, наверное, сами знаете, я пользуюсь, допустим, МТС. Бывает нестабильная связь, прерывается. Нет, не устраивает. МТС особенно. Ну, я и, собственно, пользуюсь. Плохое качество связи прерывается постоянно. Плохая слышимость. Не устраивает абсолютно, о чем я уже неоднократно писал даже на сайт МТС. Очень нехорошая качество связи на самом деле. Причина плохого качества связи в окружной столице – перегруженность волоконной оптической линии из-за большого количества пользователей сети интернет, а также стационарной и мобильной связи. Для решения проблемы до конца этого года Ненецкая компания электросвязи должна завершить работы по модернизации сети. Компания уже провела работы по установке и настройке нового оборудования, которое позволяет улучшить распределение спутникового ресурса, а также предоставлять каналы большей пропускной способности. Об этом на пресс-конференции по вопросам связи заявил руководитель комитета по информатизации Ненецкого округа Александр Борачевский. Также он дал совет о том, как временно улучшить качество мобильной связи. Если мы хотим телефоном пользоваться именно для голосового общения, включать на телефонах функцию 2G. То есть в стандарте современные телефоны, они у нас сейчас настраиваются на 3G-сети. Прокомментировал он и ситуацию с мобильной связью в населенных пунктах округа. Там причина плохой связи – потеря сигнала базовой станции, телефоном абонента и за ограниченные зоны покрытия. Решить проблему можно, увеличив пропускную способность спутниковых каналов. Эта пропускная способность в 2015 году должна увеличиться вдвое, а в ряде наиболее проблемных с точки зрения мобильной связи населенных пунктов – в 2,5 раза. На следующий год, с учетом того, что мы увеличиваем в 2 раза, а по ряду населенных пунктов в 2,5, у нас сумма где-то планируется, что составит порядка 58, ну до 60 миллионов. Проблему с мобильной связью можно было решить и по-другому. Если бы в округе появилась еще одна волоконная оптическая линия, нагрузка на линию Усть-Цильма на Ринмар снизилась, а следовательно повысилось бы качество мобильной связи. Кстати, проект проведения оптоволокна по территории Нейнского округа был разработан еще в 2013 году. По проектно-сметной документации волокон на оптическую линию должны провести отмезение через село Несь в Наринмар. Только вот руководство Комитета по информатизации до сих пор не может определиться, что выгоднее – прокладывать оптоволоконный кабель или продолжать работать через спутник. А потому неизвестно, когда же все-таки связь в Нейнском округе выйдет на достойный уровень.